Ура! Ты серьезно? Слушай, а почему у них так кривая этикетка наклеена? Да итальянцы они все через жопу делают, мне кажется. Ну, уступают. А ты просто гуашь не нюхал никогда. Карточки в Британии отменили в 50-м, кажется, в каком-то восьмом или шестьдесятом году. На продукты. Друзья, здравствуйте. Виски-клуб канала Фортак Медиа открывает перед вами свои двери, чтобы вы послушали знающего, эрудированного, очень щедрого, на дрежь этими самыми знаниями, Иркина Туз-Мухамедова. Друзья, аплодисменты. И снова здрасте. Так, Иркин, вот секундочку. Ты прямо сейчас поставил на стол очень много бутылок. Я в них пока еще не разобрался. Мы будем пить только три. А, только три. Ну вижу, Беллс, Беллс, Беллс. У нас сегодня Беллс-вечеринка? Да, сегодня Беллс-вечеринка. Колокольчики. Это так называемые колокольчики. Ну расскажи, вот у нас видео лекция по великим брендам виски. Вот смотри, мы в прошлый раз говорили о Титчере. Титчер фамилия, это фамилия, учитель. Ну у нас есть режиссер-учитель Белл, колокольчик. Это тоже Ваня Колокольчиков. Это тоже фамилия. И шотландцы очень весело обыгрывают. Ну в 20-е годы прошлого века компания Беллс, которая на тот момент являлась уже одним из крупнейших производителей виски, начала делать вот такие декантеры в виде колокольчиков. Сейчас они являются коллекционными. Вот этот колокольчик к 60-летию королевы. Серьезно? Да, тут написано. Какой год это? 60 лет королеве. 86-й год получается. Да. А, 86-й даже написано. Потому что она ушла в 96 лет, да? А покажи, пожалуйста, у Никольевны потолочку на камеру. Вот. Я могу вот так вот ее показать. Вот. То есть они под разные какие-то праздники. Этот декантер я купил, ну, вернее, мне подарил дружок, Игорь Верещагин подарил. Он купил его просто, ну, он такой, видишь, покоцанный. Значит, есть клуб любителей вот этих самых декантеров. Вот это из моей коллекции случайной тоже. Вот здесь написано, компания Wade. Сначала была другая компания, которая делала эти самые декантеры. Вот. Причем это более старый. Значит, Wade это делает, который сам декантер? Да, сами декантеры. Сами декантеры. Вот здесь вот Wade еще написано сколько градусов. 43 градуса. Там 75 этих самых миллилитров. Есть несколько клубов. В интернете их можно найти, которые занимаются вот коллекционерами этих самых декантеров. Они выпускаются под Рождество всегда. И выпускаются под разные какие-то знаковые события. Самый дорогой из этих декантеров. Лиски там обычные. Это не винтажные. Это Bells. Просто обычные Bells. Вискарик там, ну, то же самое делает Jim Beam. У Jim Beam бешеное количество каких-то вот этих самых коллекционных бутылочек. Фарфоровых, фаянсовых бутылочек. Там все модели автомобилей. Volkswagen, там, Mustang, Chevrolet, там, Corvette 1953 года. Все что угодно. Вот такие фаянсовые бутылочки. Там залит обыкновенный Jim Beam. Ничего необычного. Коллекционирует вот эту самую посуду. Я вот, собственно, этот декантер у меня валялся. Я думал, знаете, он мне нужен. Но после того, как королева мать ушла, вот я сюда стал заливать свой вискарик. 21 апреля. Сейчас, получается, здесь не оригинальный был, а какой-то твой. Тут мой вискарик, да. Так что я начал пользоваться вот этой бутылочкой только вот после того, как королева мать ушла. Так, это мы открывать не будем. Это моя бутылочка. Да, и бутылочки, кстати, я посмотрел на сайтах. Вот эта бутылочка 1C, то есть 1A. 1A как оценка проходит. То есть идеальная бутылка без сколов. Идеальная коробка без сколов. Вот, с точки зрения коллекционера, вот эта вещь, это категория 1A. А можно хотя бы вот посмотрим на камеру с ней, как эта бутылка выглядит? Ну смотри. Друзья. А вот эта бутылочка 3C. Потому что она вся покоцанная, она уже вот. Так же, как и среди коллекционеров пластинок, монет, марок, всего чего угодно. Слушай, можно я спрашиваю? Вот давай, первый вопрос. Bells, да? То есть ты говоришь, есть обычный Bells. Солид. Написано Blended Scotch Whisky. То есть это бленд. Да. На примере. Ты еще когда-то говорил, что там бленды доходят до 60%. Ну. Такие релизы, да? Так в целом до 40%. А здесь сколько сода? Здесь не декларируют, но я так думаю, что не больше 35. Ну, то есть больше быть не может. А по вкусу можем с тобой это понять, да? Вот это мы открывать не будем. Ну, откроем что-то. А, то откроем, да. Все, друзья, убираем этот колокольчик. Еще раз спрашиваем его полюбоваться. Где вы еще могли бы увидеть. Мы сегодня сравниваем релиз 70-х годов и современный. А где 70-х? Вот эта бутылочка, да? Да. Вот это достаточно редкая бутылочка. Очень старая. Очень. Давай, убирай сразу уже, чтобы она не мозолила нам глаза. Я надеюсь, вы понимаете, что Air King даже и при всем уважении к вам не может принести открыть всю свою коллекцию. Но, тем не менее, он принес Bells 70-х годов выпуска. Похвастаться. Да. То есть эта бутылочка ей уже 50 лет, друзья. Да. Extra special. Вот смотри, здесь очень интересно написано. Да, надо сказать, что вы помните, что по законам Соединенного Королевства виски должен быть выдержан три года и один день. Три года минимум. Закон с 1915 года, но это пятилетние иски. В какой-то момент, в конце 80-х годов, до начала 2000-х годов, до самого начала, Bells вообще был восьмилетний. Ну, с чем это связано? Конечно, там у них был переизбыток на складах запасов старых вискарей, и они решили превратить его из пятилетнего в восьмилетний. Потому что, в принципе, на рынке все вискари трехлетки. И чтобы как-то выделяться... Значит, все? Ну, 90% вискарей в течение прошлого века были трехлетками. Это купажированные? Купажированные, да. А других не было. В прошлом веке никаких других вискарей не было. Все пили только купажи. Только Bells, Dewars, Дженни Уокер... Белую лошадь. Да. Белую лошадь, Black & White и так далее, и так далее. Вот. Сингл-молты могли пить... Во-первых, сингл-молтов. Такого слова-то не было. Белую пюру-молты. Солодовые виски. Солодовые виски пили только люди, которые жили рядом с этими заводами или в тех городах, где были негацианты. Вот. Значит, эта бутылочка экспорт для Италии. Тут, видишь, написано 75 градусов. Это британские градусы. Что в переводе на наш язык, на метрическую систему мер означает 43 градуса алкоголя. Это пруфа британская. Правильно я понимаю? Да. Британские пруфы в 75 градусов. Вот мне на марте очень понравилось. Три четверти литра. То есть 0,75... Нет, это три четверти литра. Но я впервые вижу, чтобы емкость означалась три четверти литра. Точно. Да. 0,75. По-разному считать можно. Написано по-итальянски реально. Да. Давай покажем эту уникальную дакцизную марку итальянскую. Надеюсь, камера сможет крупно ухватить текст. Три четверти литра. Три четверти литра, да. Да. Итальянцы молодца. Они дробями все мерят. Вот. Давай сначала... Ну, ты пока открывай, а я про... Я могу открыть шикарно. Да. Я вот, смотрите. Беру книжечку. Это одна из лучших. Я считаю, что, наверное, это лучшее. Слушай, а почему здесь так кривая этикетка наклеена? Так небрежно относится к... Да итальянцы они все через жопу делают, мне кажется. Нет. Ну, это же атланцы, это итальянцы. Поэтому они решили, что раз итальянцы все делают через жопу, то можно клеить вот таким образом. Вот. Вот. Одна из лучших книжек о виске когда-либо написанных из первых. Ну, несколько книжек хороших было. Это первая хорошая. И Локхард еще хорошую написал. Книжка 1969 года. Вот. Читаем про Беллс. Значит, одна из старейших, а также одна из крупнейших независимых компаний шотландского виски, это компания Артур Белл и сыновья. История которой началась в городе Перц в 1825 году. Надо сказать, что в городе Перц два крупных производителя. Это Диор с 1840 года и Белл с 1925 года. В этом году, в 1925 году, дистиллер по имени Т.Р. Сандеман, но мы все знаем портфейн Сандеман. Это шотландцы его основали в Португалии и Херис Сандеман, поэтому это известная фамилия шотландская. Итак, дистиллер по имени Сандеман открыл магазинчик на южной части города в районе церкви Сан-Джон и начал торговать вискарем как негациант. Через несколько лет к его бизнесу присоединился Джеймс Рой, и в середине 19 века компания называлась как Рой и Миллер. Артур Белл присоединился к компании в 1851 году, и в какое-то время она называлась Рой и Белл. Белл и Сандеман между 1962 и 1965 году. После этого Артур Белл полностью взял контроль над командой. Потом в 1825 году пришли два его сыновья, Артур и Роберт Белл. И компания получила это название «Артур Белл и сыновья». У них сначала не было своей дистиллерии. Первую дистиллерию они купили в 1933 году, когда из-за депрессии, во-первых, Первая мировая война, во-вторых, сухой закон в Соединенных Штатах Америки, шотландцам некуда было продавать виски, поэтому все продавалось за копейки. И в 1933 году, в период депрессии для шотландского виски, когда многие дистиллерии им было сложно выживать и просили вообще продолжать свой бизнес, Беллс купили Блэр Этл. Вот она, Блэр Этл дистиллерию в Питтлахре, и также они купили дистиллерию «Афтаун Глен Ливит». Вот она. В 1936 году они также купили «Инчгауэр» рядом с проливом Морэй, рядом с городом Баки. Так что у них достаточно было много разных дистиллерий. Что такое книжка интересная? Это какой-то раритет шотландский? Да, я считаю, что это лучшая книжка о виске, которая была написана, потому что много разных книжек есть. Я просто, когда жил в Америке, я ходил в разные букинистические магазины, там есть один в нижней части Нью-Йорка отличный, огромный магазин, и рылся, покупал все, что связано с алкоголем, с табаком и с музычкой. Ну, с музычкой не все, потому что говно-рока современная мне нафиг не нужен, а все, что с классикой рока, да. Я вот разлил Титчерс 70-х годов разлива, точнее Беллс, я извиняюсь, Беллс современного разлива. А что за этих двух мне разлить? Лен Ливит? Нет, мы не будем. Или Блореттл? Сейчас, сейчас, да. Вот это мы оставим, да. Блореттл разливать, да. Блореттл – это главный ингредиент, потому что это первая дистиллерия, которую вы купили. Это, кстати… Это главная запчасть, получается, да? Это главная запчасть. Если вы едете из Эдинбурга на север Шотландии, то есть в Спейсайд, куда все ездят, чтобы посмотреть там Глен Фиди, Глен Ливит, Маккелл и так далее, и так далее, вы по Любасу проезжаете через город Петлохре, где находится прямо на центральной улице, проезжаете мимо этого завода Блэр-Эттл. Там написано «Home of Bells» прямо на вывеске. 46 градусов, как ты любишь. Да. Ну, это независимый ботлер, негацант, так называемый. И виски, конечно, солодовые, должен быть крепостью не ниже 46-ти. То есть, получается, Bells закупает спирты у независимого Шотлера. Нет, я только что прочел. Это их завод. Просто Ботлер закупает у них спирты эти. Это был первый завод в 1933 году, который они купили, который они использовали для... Артур Белл использовал для создания своего купажа. Как еще начинаем? Начинаем с старого Белса. С старого Белса. Знаешь, старый Белс похож на... Он похож на этот. Ага. А можно сравнить с новым Белсом сперва? Нужно. Друзья, как обычно, как обычно, новые релизы, новые разливы, они сильно уступают старым разливам. В ароматике. Он более жесткий, он более спиртуозный, он более какой-то вот... Более водочный такой, да? Да, просто такой алкогольный буратино, как ты говоришь. Нет, буратино вот не такой. Вот Гленфиди Гленливит буратино, а это какая-то вот гуашь все-таки тут присутствует. Что-то гуашь не чувствую, но уступает. А ты просто гуашь не нюхал никогда. Запах уступает. Так, и... Я гуашь тоже, честно говоря, никогда не нюхал. У меня дочь, когда маленькая была, она понюхала, говорит, пахнет гуашь, она как раз любила рисовать. Я понюхал гуашь, да, на самом деле. Слушай, ты прав, реально. Прям запах почти одинаковый. А, очень похожи они, да? Несмотря на то, что это древняя-древняя бутылка. Древняя бутылка. Кстати, здесь очень хорошо написано. Вот это A4Ago, это значит, типа, до того, как ты уйдешь. Ну, пасашок. Давайте, типа, ебнем еще по одной. Этот слоган до сих пор украшает A4Ago бутылки Bells до сих пор. Значит, в Шотландии более двух тысяч брендов шотландской виски, которые продаются по всему миру, но поэтому мы предложим вам быть разборчивыми и подумайте о том, чтобы ваш выбор пал на виски, который был хорошо выдержан. Это пятилетка, это не трехлетка. Поэтому мы рекомендуем вам попробовать Bells, который отличается своей мягкостью, которая проявляется через много лет в выдержке в лобовых бочках. Слушай, ну он все-таки думается, что Блэрэд, он все-таки побогаче запах немножко. Ну, купаж и... Потому что это все-таки солодовые виски, да? Угу. Ну, предлагаю попробовать. Слушай, мне Bells нравится очень. Я, честно говоря, даже не знал, что Bells такой хороший. Я тебе могу сказать, что я первый раз старый Bells пробую. Эта бутылочка лежала, жабу душил ее. То есть ты хранил его для нашей видеолекции? Еще для своей видеолекции. То есть все думают, что я прям такой вот это все... Хорошо. Умолчим. Ну, безусловно, ты же профессор вискартных дел. Умолчим. Значит, вот смотрите, когда мы говорим о сингл-молтах, да? Все говорят сингл-молт, односолодовый, односолодовый. Сейчас все как бы уже знают, что первая компания, которая начала продвигать, и это так, запчасть Glenfiddich, компания Grants начала национальную рекламу в Британии по продвижению запчасти Glenfiddich. Но на тот момент, вот книжка 1967 года, MacAllen здесь просто упоминается одним словом где-то. MacAllen начали разливать в 1968 году. То есть MacAllen на тот момент на рынке как продукт в 1967 году не присутствовал. Вот, смотрите, обложечка книжки. Повторюсь, 1967 год. Это виски Bells, вот тут у нас есть. И здесь указано, значит, Blair Attle, Blair Attle Highland Mold Scotch Whisky от дома Bells. Второй ингредиент, Dovetown Highland Mold Scotch Whisky от дома Bells. Inch Gower, то же самое, от дома Bells. Вот три этих самых вискаря присутствовали на рынке. И они продвигались как ингредиент этого самого Bells. Но по какой-то причине маркетинговых усилий было немного. И, в общем, вот смотри, такая фишка. Сейчас Глэнвит достаточно популярный виски. Сейчас да. Продается, много есть. Сейчас да. Вот смотри, значит, я сейчас найду какую-нибудь там. Блэрэтл, да? Вот, смотрим, Блэрэтл. Книжка современная, ежегодник по солдон виски. Вот здесь вот читаем, значит, их даты основные, когда компания была основана, когда дистиллерия была построена, там ля-ля-ля-ля. Нигде не указано о том, что этот розлив вообще в принципе присутствовал. Потому что здесь, например, написано, что в 2003 году начали разливать 27-летний, когда там были какие-то реформации. И указана единственная вот та самая серия флора-фауна, которую сейчас выпускает компания Диаджа. Дело в том, что компания Беллс была независимой, она не входила в DCL, которая была практически монополистом в Шотландии. И в 1985 году Гиннес купила Артур Белл и сыновья. То есть сначала они купили вот этот бренд, а потом они уже купили DCL. Таким образом Беллс вошли в DCL. То же самое про Dovetown. Смотрим Dovetown. Dovetown. Вот, пожалуйста, нигде не написано. Вот сравним книжку 1967 года и 2021 года. Тут мы видим независимые розливы. Ну, Беллс сам себе разливал. Но в официальной информации про это вообще не упоминается, что они разливали, что Беллс в принципе рассказывал потребителю о том, что существует в этой самой запчасти. Он это сделал. И, кстати, обратите внимание. Ну, хренов знает. Было 14 дистиллерий, которые назывались Гленливит. Потому что Гленливит – это, собственно, зона реки Ливит. Долина реки Ливит. Там находятся вот эти дистиллерии. Маккеллен Гленливит. Сейчас они все уже убрали вот это расширение. Остался только Гленливит. А так куча была дистиллерий. Хорошо. То, что сейчас называется Гленливит – это одна из многих дистиллерий. Гленливит – это сама, которая называется Гленливит. А так они все имели географическую привязку. Дафтаун – это, соответственно, город Даф, в котором находится Гленфидик, Балвини, Кенинви, Дафтаун. И все это вместе находится в долине реки Ливит. Поэтому раньше они все как бы имели такую относку. То есть этот Гленливит не имеет никакого отношения к текущему природу Гленливит. Абсолютно. Это дистиллерия Дафтаун. Так вот, значит, помнишь, когда мы говорили про Карду, да? Да, и Синглтон – это как некий обман. Вот сейчас Синглтон оф Дафтаун. То есть вот то, что было Синглтон оф Дафтаун, про это не рассказывают. Почему сейчас мало кто вспоминает, что это разливалось в качестве самостоятельного продукта, а сейчас превратилось вот в этот самый Синглтон. Чай Синглтона, да. Значит, смотри, Гинс купил в 1985 году. То есть вот эта бутылка… Друзья, можно сказать, что по поводу Синглтона, который производится в разных дистиллериях, мы говорили, когда обозревали Джонни Уокер. Поэтому все желающие могут по ссылке в описании пройти на этот… точно, Карду, я извиняюсь, наш первый ролик великий бренд Виски, перейти по ссылке в описании на этот ролик и посмотрите. Слушай, Беллс очень вкусный. Старый. Беллс просто охрененно вкусный. Да. Вот. Почему, собственно, ценны вот эти книжки старые? Потому что тут совершенно другая картина мира представляется. Например, в этой книжке слова «сингл молд» вообще нету. То есть «под стил» или «селф виски», они еще назывались «селф виски», то есть настоящие виски, которые солодовые. Вот тут вот есть такое слово «селф виски». А так это просто называется «под стил» виски. «Под стил» – это традиционный перегонный куб. Смешная штука. Ну-ка, дай-ка я попробую вот этот новенький. Слушай, я вот догадку такую выскажу. Вот купажирную виски, которую производили раньше и сейчас, может быть отличие в качестве связано с тем, что бочки стали хуже? Отличие… Ты же много отводишься за месяц? Нет, нет, отличие очень много и они все как бы нюансы на него накапливаются. Здесь мелочь, тут мелочь, тут мелочь. Вместе получается большая. Мало того, что раньше все заводы работали на открытом огне, за исключением Гленморнджа, которые первые ввели парогенераторы и нагрев спирта, обогрев кубов не открытым огнем, а кольцами, из которых, соответственно, пар выходит 100 градусный. В 70-е годы все заменили на парогенераторы открытый огонь. Дальше изменение сортности солода, изменение расы дрожжей. Если раньше каждая дистиллерия имела свою дрожжанку, то есть дрожжи реплицировались, то сейчас просто покупаются дрожжи. Кто-то пользуется сухими дрожжами, кто-то, так они называются, cream, то, что у нас в брикетах продаются эти самые дрожжи. Кто-то раньше пользовался дрожжами пивными, кто-то сейчас пользуется distiller's yeast, потому что современные дрожжи, так называемые турбодрожжи, они еще выносят там до 20% алкоголя. А пивные дрожжи, как ты знаешь, переносят там максимум там 8-9% алкоголя. Я этого не знаю. То есть нюансов очень много, которые влияют на вкус виски. И когда вот эти все нюансы... Да, главное, что забыли сказать. Раньше-то виски делали вручную, потому что когда у тебя даже идет поток пары, есть вот такое колесико, ты его крутишь, у тебя пара больше-меньше, соответственно. А сейчас все регулируется компьютерами. Сейчас осталось... Очень точно регулируется. Ну, а виски стал хуже при этом. Да, потому что раньше делали руками, а сейчас делают компьютерами. Блин. Почему я не делал ни в этом? Ну, как нет? Скорее всего, все-таки в дрожжах, в бочках, которых выдерживают. Ну, смотри, как ты можешь сравнить, скажем, бабушкиные пирожки, сделанные руками с любовью, когда бабушка сама порубила тебе капусту, там порубила мясо через мясорубку или там вручную, и какой-нибудь, извините, вкусачка. Ну, который там в Макдональдсе сейчас называется вкусачка. Ты можешь это сравнить? Друзья, этот пример просто сбивает с ног меня, конечно, безусловно. Ну, масс-продукт, просто где четко, совершенно все регламентировано, блядь, пиздец, извините на русский язык. Вот. И когда ручной. То есть, раньше люди вот этим процессом, где-то они могли ошибиться, где-то хуже, дальше купажисты выравнивали с помощью носа. А сейчас все зарегулировано, сейчас все очень жестко регламентировано. То есть, сейчас работа купажиста, она как, она уменьшена получается? Одинокно ли? Ну, гораздо легче попадать в точность воспроизведения, потому что есть все газовые хроматографы, куча приборов по аналитической химии. Раньше была куча человеческих ошибок. Раньше, когда купажисты вот делали эту самую штуку, это, ну, скорее было чудо. Поэтому там были какие-то суперпрофессиональные, там, одаренные люди. Ну, грубо говоря, как Мэджик Джонсоны какие-то, или там, не знаю, Полу Маккартни, которые там работали в это. А сейчас, благодаря, собственно, обилию технологий, компьютеров, потому что газовая хроматография, жидкостная хроматография дают тебе полностью весь срез. Ну, это прям как МРТ напитка тебе дает. Просто полностью срез анализ по всем показателям. Это стало, конечно, скучно, мне кажется. Слушай, ну, если, конечно, работа купажистов в том, чтобы сравнить анализы газоанализатора, чего-то еще там, спиртометра и так далее, конечно, это не купажист. Это уже оператор компьютеров. Ну, да. Нет, работа, конечно, купажистов... Так, да, вот свои ощущения скажу. Да, безусловно, новый Беллс, как, в принципе, и новый Джуни Уокер, и новый Карду, и новый Титчер. Это сильно уступающий... Нет, но Титчер, кстати, хороший. Новый Титчер? Ну, слушай, если старым сравнивать, то... Слушай, вот подожди, сравни новый Титчер с этим Титчером. Вот этот Титчер пить можно. Вообще, вот Титчер, я когда в Дьюти Фри там раньше ездил, в Турцию и Египет, когда это все было дешево, там в Дьюти Фри можно было брать из дешевых. Вот на каждый день Роб Рой и Титчер. Делал один человек, одна компания. Хорошо, мы с тобой отдельно потом соберемся и сравним великие бренды современного разлива. Возьмем Джоню Вокерезерв, который нам с тобой жутко не понравился. Возьмем новый Карду, возьмем новый Титчер и возьмем новый Беллс. Может, мы еще новые возьмем. Слушай, вот этот очень хороший тоже. Ну, мне тоже понравился, да. Блоратул. Замах очень богатый. Ну, сейчас говоря, я даже не знаю, что мне больше нравится. У меня либо Беллс вот этот самый, либо... Вот. И, кстати, интересно сравнить вот эти вот книжки, да. Есть вот эти Библии. Там, я не знаю, там, предала церковь Анафемия или... Джиммеры или... Ну, это один, тот же там, Джиммеры. Я просто где-то просрал эту обложку. У меня есть несколько этих самых разных годов. Очень интересно сравнивать. Потому что оценка одного и того же продукта, она может сильно очень различаться. Вот здесь в закладке этот... А я как раз заложил, чтобы как бы процитировать. Я типа подготовился, сделал домашнюю работу. Вот. Беллс восьмилетка. Вот. Вот смотри. Вот это меня, конечно, очень поразило. Потому что у меня где-то была еще чуть более ранняя книга, в которой как раз, когда Белл был восьмилетним, он был оценен очень высоко. А вот тут вот Беллс... Жалкое подобие тень... Так написано здесь, да? После его плохо вижу? Так здесь написано. Потому что вот, ну, как я говорил, сначала Беллс был восьмилеткой, потом, когда был переизбыток выдержанных спиртов, они сделали восемь лет. Значит, в чем фишка? Вот смотри, в чем фишка. Из книги Дэвида Дэйчеса 67-го года я выписал популярность купажированных искалей в Шотландии. Купажированных именно, да? Да. А других не было. Других практически не было. Другие на уровне погрешности. Хейк занимал 15% в Соединенном Королевстве, Джонни Уокер 12%, Беллс и Тичера занимали по 11%. Но к 80-м годам Беллс занимал 33%. Это был виски номер один в Британии. И в Англии. В Англии был абсолютным. В Шотландии в какой-то момент на первое место вышел Famous Grouse. Но Беллс, в чем, собственно, величие этого виски? Это виски самые популярные в Соединенном Королевстве. В Англии просто другого практически не было. Там, скажем, Дюра невозможно было в Англии найти. По какой-то причине компания DCL, которая, ну, занималась продвижением этого напитка, они смотрели, где лучше продается. И все спирты отправляли. То есть весь напиток, весь запас продавали туда. Поэтому была спецификация. Там, скажем, Дюр хорошо продавался в Америке. Он был только там. Больше кроме Америки его нигде найти было невозможно. Беллс был локальным брендом для Соединенного Королевства номер один. И он до сих пор является номер один. И есть причина. Ты видишь, что вот эта самая пятилетка, офигенная вискарь, был... Офигенная. Это вот новая пятилетка не очень. Вот эта пятилетка... То есть она была опять-таки. Вот. У нас нету восьмилетки. И ты видишь там, скажем, разница какая. Там достаточно высокая оценка. И когда в 2003 году они заменили восьмилетку вот на это, и сделали его глобальным брендом. Потому что он раньше был локальным брендом. Он был брендом для Соединенного Королевства. А потом они сделали из него международный бренд и убрали вот эту выдержку. Вместо восьмилет – трехлетка. Но что получилось? Получилось то, что мы имеем в стакане. Ну, то есть это, конечно, можно, но зачем? Романтика так себе. Не, я, честно говоря, ожидал, что хуже будет. Я вот давно этот Беллс не пил. Вот. Это не... Слушай, ну сейчас, по-моему, самая продаваемая глобальная бренд – это Джонни Уокер все-таки, да? Последние лет пятьдесят. То есть и Беллс, и Титчер, они уступают? Беллс входил в десятку самых популярных шотландских вискарей. Он сейчас из него, кажется, вылетел. Угу. Вот, на первом месте – Джонник, на втором – Балантайн, на третьем – Чивос. В общем, в десятку входит еще Диор. Слушай, это все Купажер, я понимаю. Да, Купажер, наверное. Слушай, ну, Джонник продается тиражом, приближается к двадцати миллионам девятилитровых кейсов. У него там, кажется, восемнадцать с половиной или девятнадцать миллионов кейсов. Так, я не помню точно. И очень большой отрыв от Балантайна. Балантайн тоже, кстати, нужно попробовать. Это Балантайн тоже великий бренд? Безусловно. А я же тебе говорил примерно, какие список этих самых великих брендов. Ну, я вот выписал то, что можно считать великими брендами. Во-первых, Большая Пятерка. Большая Пятерка – это те компании, которые стали частью DCL – Bistler's Company Limited в Шотландии в двадцатые годы, ну, в период с начала прошлого века до тридцатых годов прошлого века, куда вошли Хейк, Диор, Джон Уокер, Бьюконн и Питер Мэк. Это Большая Пятерка. Это практически были монополисты на рынке виски в Шотландии долгое время. Независимая компания Grants, безусловно. Teachers мы попробовали. White McKay тоже. Chivas гораздо позже они появились. Это уже 50-60-е годы прошлого века. То есть, Teachers – это, в общем-то, молодой бренд. Bells. Белс, повторюсь, 33% рынка виски в Соединенном Королевстве когда-то занимал тон. Сейчас он на первом месте в Британии по-прежнему. Опять на первом месте, да? Все еще по-прежнему на первом месте, хотя, ну, качество упало, но это, может быть, привычка, традиции. Ballantyne однозначно, потому что Ballantyne – это старый бренд. Заслуженность 1853 года существует. Еще Famous Graus, да? Famous Graus под вопросом, потому что Famous Graus, например, в этой книжке вообще он не упоминается. Например. Я этой книжке доверяю больше. Это книжка 1967 года. Вот, да, конечно, там Маккеллан. Да, это старый бренд, но он такой локальный. Сейчас Famous Graus получил лицензию по стачке Королевского двора, потому что он в Шотландии номер один. Именно в Шотландии, не во всем Соединенном Королевстве, а в самой Шотландии, он самый популярный виски. То есть, получается, шотландцы, которые изобрели виски, как они считают, в отличие от ирландцев, да? То есть, они виски изобрели, они, получается, пьют, большинство из них пьет именно Famous Graus. Ну, это соотношение цена-качество. Они, конечно, пили бы что-нибудь другое, но другое дорого. В Шотландии, смотри, вот бутылка, вот любая бутылка, она стоит 10 фунтов, там, да, самая дешевая. 7 фунтов налог. Но налог, в отличие от нашей страны, у нас какой-то прогрессивный налог, вот бутылка стоит там 300 фунтов, там все равно, сука, налог 7 фунтов. Вот, поэтому там выгодно покупать, конечно, дорогие напитки. Да, поэтому, когда кто-то говорит, привезите мне в Шотландии какого-нибудь говна, там смысл говно покупать, потому что оно дорогое, там имеет смысл покупать только хорошие напитки, дорогие напитки, потому что там, вот, это у нас на НДС накладывается еще там акциз, и, блядь, еще там хуй знает, что накладывается. Вот, а здесь все адекватно. Ну, в целом понятно, да. Ура. Так, значит, предлагаю выпить Бэра Тул, больше всего понравился. А мне больше всего понравился Бэлл с пятилетней. Бэра Тул тоже хороший. Ну, короче, если вы будете... Да, кстати, вот это вот интересная тема, вот это Provenance, это независимый ботлер. Они, мне кажется, одни из первых начали делать, обращать внимание на то, что, вот, смотрите, зимняя дистилляция, у них есть лето, осень, по сезонам. Дело в том, что в Шотландии нет температурного контроля в комнатах, где происходит брожение, естественно, зимой температура там ниже. Летом быстрее. Но у них регламент расписан другая. Если ты работаешь на 48 часов, то ты работаешь на 48 часов. У тебя брожение на 48 часов, дальше ты занимаешься перегонкой. Кто-то там работает в большее время, но, как правило, 48 часов – это двое суток. Так вот, дистилляция при 48 часах брожения зимой вкус будет отличаться от летних. Летом-то тепло. Слушай, знаешь, как раз на самом деле мне кажется, те, кто делает летом, у них выигрыш в этом плане. Ну, вот они решили показать, потому что они обратили внимание на то, что выгонка зимняя, летняя, весенняя отличается, поэтому у них прямо в этикетке вот это отмечено. Винтер дистилляция. А более ценно зимняя получается, да, или как? Ну, не знаю. Я думаю, что летняя-то получше будет. Летняя, потому что более насыщенная. Там температура окружающей среды выше, естественно, поэтому… Значит, такая тоже известная тема. Вот знаменитый индийский виски, сейчас который является крупнейшим производителем виски в целом, это Индия. Да. У них же, как раз в отличие от Шотландии, выдержка происходит быстрее за счет именно более теплой погоды. Значит, в Индии выдержка не происходит вообще, потому что в Индии берется дистиллят из сахарного тростника, добавляется карамель, и это называется индийским виски. Такого не может быть. Виски из-за тростника? Индийские заводы работают следующим образом. Они делают… Индия – один из крупнейших производителей сахара. Как и Бразилия. Раньше была, скажем, Латинская Америка… Куба. Не представляет Индия – один из крупнейших производителей сахара. Собственно, сахарный тростник приехал в Латинскую Америку из Индии. Сахарный тростник принес Александр Македонский, который его историограф писал, что в Индии растет трава… Именно Олег мне тоже такого вкусненького. В Индии растет трава, которая без пчел дает мед. Это первое описание сахара. И шакар, собственно, это вот пришло сакура через фарси, через персидский язык, где шакар сахар называется. Это пришло сначала в Россию сахар, а потом шугар в немецкий и всякие разные языки. Так вот, почему индийские вискари не экспортируются никуда, а не пьют это все на месте? Потому что у них все делается, за редким исключением, за исключением там Пол Джонса, ну, несколько… Пол Джонс – это нормальный виск, правильно понимаю? Несколько брендов там, да. Первый завод, который в 1948 году в Гималаях там был построен, который делался, начал делать из зерна. А так, это заводы, все бренды делают джин, водяру, ром, вискарь, коньяк, все это из сахарного тростника, просто разная подкраска, разная ароматизация, все. Так, Владик, это, видимо, дешевый вариант. Поэтому индийские виски никто никуда не экспортирует. Это локальный продукт. У них несколько, буквально по пальцам можно перечислять бренды, которые… Хорошо, возьмем Пол Джонс, который делал все-таки виски из дичьменя. Это новый завод, который построен в 2008 году. У него очень короткая история. Там единственный завод, который был в 1948 году. Вот это вкусно. Дегустируем, да, старый Беллс, в 75-е годы. Вот понимаешь, почему раньше люди пили и наслаждались, да? За те же деньги, что и сейчас получаются. Даже базовый виски, правильно, популярный, массовый. Не было тогда старых. Ну, потому что, смотри, был Сухой закон, потом Вторая мировая война. Карточки в Британии, чтобы там сейчас не говорили про то, как жили в Советском Союзе, карточки в Британии отменили в 50-м, кажется, в 2008 или 60-м году. На продукты. Просто там полный пиздец был. Мы про это просто забыли. Ну, то есть, мы про это не знаем сейчас. Пропаганда такая. Естественно, никто не мог покупать дорогие напитки. Не было выдержанных искорей. Это был удел единиц. И компаний, которые производили вискарей больше 12-ти лет в Шотландии, в течение прошлых 100 лет, прошлого века, практически не было. Это был там Диор, Энсестер делал, Джонни Уокер 12-летний. Самый дорогой, самый старый вискарь, который был сделан, это Джонни Уокер, 18-ти лет. Мы про это говорили. Опять-таки, это все купаж. Это все были купажи, да. То есть, там, где солода немного, больше... И это все купажи, да. Это все купажи. Это отдельные истории. Это... Там все эти захваты, слияния, поглощения и так далее, и так далее. Это все то, что происходило 100 лет назад в Шотландии. Когда вот эта компания DCL, Destellers Company Limited, всех скупала после кризиса по дешевке, диктуя свои цены. То есть, смотря под каким углом зрение смотреть. С точки зрения дегустации или с точки зрения, как развивался дегустация. Слушай, я смотрю как обычный потребитель, который, получается, жил бы я 50 лет назад за те же самые деньги. Я пришел бы в бар, в бар. У тебя было меньше денег 50 лет назад. Ну, и стол тоже дешевле, ты же понимаешь. Стол дешевле, да. То есть, это был обычный регулярный виски, популярный, массовый. Ну, вот в этой... Обычного потребителя. Вот в этой книжке, где эта книжка там была, написано, что там, да, там прямо в энциклопедии, ну, которая покет-бук, естественно, вот такая карманная книга, там, да, там написано, что вот это стоит 8 долларов за четверть, за одну пятую, пятую галлону. Одна пятая галлона американского – это 3,9 литра. Угу. В общем, мне кажется, что производители вообще всего, в том числе и виски, они научились драть три шкуры с того же напитка. Ну, больше всего, конечно же, дают водяры. Ну, водяры. Водяры, да. Водяры, потому что это, в принципе, разведенный тонул. Ну, как я понимаю, зерновой виски и тот же купаж – это та же водяра, только здесь у меня. Ну, не совсем так. Это тема отдельного разговора. Это заблуждение, это ошибка. Более циничный напиток, чем водяры, нет. Потому что водяры – это ректификат. Да, разведенная вода. А что же ректификат же? Как? Тут нет ректификата. Нет, подожди, купажир на виске. Сам говорил, 90-95% – это ректификат. Я никогда не говорил в отношении… Никогда не говорил в отношении виски – ректификат. Непрерывная дистилляция и ректификация – это разные вещи. Выгонка при крепости ниже 94,8%. Это не ректификат. Это ароматный спирт, да. Ну, нужно просто отдельно поговорить в таком случае про зерновой виски. Ладно, хорошо. У нас будет отдельная лекция по этому поводу. Вопрос очень интересный. Это не ректификат. Потому что это тоже… Это не ректификат. Ты в свое время говорил, что водка является ближайшей гоственницей виски. Про американ… Про американ… Чего? Вот здесь ролик только я видел на ютубе, да. Где-то прямо заявил, что водка – это ближайшая… А, старая водка. Хлебное вино. Хлебное вино. Не виски, а не водка, а хлебное вино. Потому что водка – это… В 1936-й год, когда был принят ГОСТ на то, что водяры – это ректификат, разъединенный водой. С 1936-го года. А, по-моему, это началось еще при графе Витта. В 1895-м году. Ну… Да. В 1936-м году ректификат, разъединенный водой, стали называть водкой. По ГОСТу. Ну, по законам. Если привязываться уже к формальным признакам, то это было так. Так, хорошо. Объясни, пожалуйста, мне и зрителям, почему мы не открыли эту бутылочку? Да, потому что, сука, она, блядь, дорогая. Потому что она… Красивая бутылочка. Я бы тоже сейчас ее попробовал, но… Ну, я тебе сказал, когда она сделана была… Вертин не разрешает. Ну, не, ну… Хозяин-барин, хочешь – давай открывай. Я тебе сказал, что, значит, компания «Белс» была куплена компанией «Гинс» в 1985-м году, соответственно, это релиз до 1985-го года. Вот эта книжка, тут уже другая этикетка, видишь, они не очень похожи. Вот «Блэрэттл» такой и «Блэрэттл» от «Давтаун». Вот «Давтаун» такой и «Давтун» такой. Ну, они похожи, но это самое. Книжка 67-го года, и тут уже указан возраст. Восьмилетний. То есть, она… Ну, они прекратили вот это выпускать в 1985-м году. В 1985-м году. То есть, эта бутылочка до 1985-го года. Да. Не, хозяин-барин, ваши деньги. Хотите, откроем? Слушай, я предлагаю все-таки отдельно собраться и ее пообсуждать. Ну, уже как скажешь. Хотя перь, мол, написано. Конечно, слова «сингл» не было тогда, но… Да. Мы с тобой же обсуждали, что… Обсуждали, да. Вот. В этой книжке вообще слова «сингл» нету. Когда «Кардо» обсуждали, друзья, там обсудили, что… «Пю» отличается от «сингл». Очень такая интересная вот тема. Чистый. Ну, что? Наливай и пошли домой. Слушай, большое тебе спасибо. Как всегда, пришел с интересными напитками, с большими знаниями. Завалил кучей информации. Спасибо. Хотел бы ответственно назвать, когда нас все посмотрят внимательно, нас посмотрят, пересмотрят, надут в твоих словах кучу недосказанностей, каких-то оговорок, каких-то неточностей, и все напишешь в комментариях. Ура. Я не люблю смотреть комментарии. Да, ты хоть и не читаешь, и не отвечаешь. Я чокчу писатель, чокчу не читатель. Это все. Вкусно. Знаешь, это действительно вкусно. Могу сказать, что это переворачивает мое понимание об обычном регулярном миске. Да. То есть сейчас, когда я прохожу мимо на полу в магазинах, либо duty free, ни bells, ни teacher, не привлекает моего внимания. Капризные сестры. А раньше все было по-другому. Да. Раньше просто никто не разливал синглмолты, поэтому все синглмолты шли туда. Ну да. В эту смесь. Да, да. А там же букет, можно было нарисовать там все что угодно. Ну, грубо говоря, у тебя вот лист, ты рисуешь там одной краской. А здесь ты берешь вот кучу, вот палитру. Поэтому купаж, хороший купаж он, конечно. За счет разнообразия хороших синглмолтов. Плюс хороших одеводержанных зерновых тоже, я так понимаю. Это отдельная тема, потому что я тут читал книжечку воспоминания Эдгара Бронфуна, толстую. Она у меня давно лежит. Уже лет 20 лежит. Я никогда не читал, потому что мне интересно было. И там было написано, когда они запускали Royal Salute, они не могли найти зерновой виски выдержки 21 год. Никому в голову не приходило это говно выдерживать, да. Друзья, я вот оговорюсь. Мне недавно Эркин угостил зерновым виски с выдержкой 20 лет. В 20 лет выдержка. Стоимость бутылки в 2500 рублей в рознице. 2800, блять. 2800, хорошо. 2899. Это очень хороший зерновой виски. Я думаю, отдельно об этом поговорим. Уже может быть не в рамках наших видео лекций по великим брендам. Просто говорим о зерновом виски. Слушай, большое спасибо. Как всегда там завалила нас куча информации. Я получил огромное удовольствие общаясь с тобой. Такой заряд энергии. Есть о чем подумать. Друзья, ну очень надеюсь, что вам тоже понравилось. И ждите дальнейших лекций, потому что Эркин, он готов с нами делиться своими знаниями, накопленными в течение десятилетия. Да. Так, друзья, на этом мы завершаем нашу видео лекцию, посвященную Белсу. Если вы хотите знать больше, то пишите напрямую Эркину. Он готов приехать, почитать лекцию, рассказать подробнее. А главное, читайте его книги. Которых, правда, же нет, к сожалению. Как нет? А новые? Пишешь новые книги. Я сейчас буду писать ее, да. Я почему с тобой всегда хожу разговаривать? Чтобы проговорить, чтобы потом легче было писать. Окей, замечательно, друзья. В общем, ждем новых книг от Эркина. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует...